В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Екатерина Опянова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Очистка сатиса и вывоз мусора. Состоялось очередное заседание комитета по городскому хозяйству. Готовь лыжи летом, спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» приглашает юных саровчан в лыжную секцию. Самый красивый и нежный праздник 24 июля отмечают День флориста. Далее расскажем обо всем подробно. Минимальный размер оплаты труда в 2022 году планируют повысить на 6,4% до 13 617 рублей в месяц. Проект федерального закона рассмотрит российская трехсторонняя комиссия. На этот год МРОД установили в размере 12 792 рублей. Таким образом, минимальная зарплата должна вырасти на 825 рублей. По планам Минтруда к 2025 году МРОД должен превысить 16 тысяч рублей в месяц. Напомним, МРОД – величина, ниже которой работодатели не могут платить зарплату сотрудникам, работающим на полную ставку. По оценке Минтруда, невысокие зарплаты в России получают порядка 4 миллионов 700 тысяч человек. С 2018 года МРОД устанавливают в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. О чистку реки Сатис обсудили депутаты на очередном заседании комитета по городскому хозяйству. Работы должны завершить до конца ноября, пока подрядчик укладывается в сроки. Также на комитете Антон Ульянов рассказал о встрече с представителем регионального оператора по вывозу мусора. Подробности в следующем репортаже. Расчистку реки Сатис должны завершить до конца ноября. Работу выполняет самарская компания «Флагман» стоимость 38 миллионов. Очистку водоема контролирует Министерство экологии Нижегородской области. Представитель ведомства на этой неделе посетил Саров. Итоги визита депутаты обсудили с администрацией во время заседания комитета по городскому хозяйству. С представителями я общался, каких-либо замечаний на сегодня нет. Пока все идет в графике, и подрядная организация работы выполняет по очистке. Первый участок пройден. Это первый этап. Это расчистка от начала участка до моста на улице Зернова. Сейчас подрядчик работает на втором участке от моста на Зернова до моста на Захарова. Всего таких отрезков пять. Сначала экскаватор выбирает грунт, вычищает дно, убирает стволы деревьев и металлолом. Затем все участки очистят от поросли. Грунт складируют реки, затем вывозят на полигон. В планах найти ему применение. Дальше посмотрим, как использовать этот грунт, потому что это достаточно хороший грунт с песком. Его можно и как подстилку использовать. То есть это, в общем-то, и возможная экономия в рамках выполнения тех же муниципальных контрактов. Также речь в очередной раз зашла в ивзи мусора. Недавно наш город посетил генеральный директор регионального оператора. Он встретился с представителями Думы, администрации и управляющих компаний. Текущие мусоровозы, несоблюдение графиковых изоотходов, уборка строительного мусора – все эти темы вызвали бурное обсуждение. Об итогах совещания депутатам рассказал Антон Ульянов. Региональный оператор продемонстрировал себя как конструктивный партнер по взаимодействию. Мы готовы решать, выразили готовность решать все проблемы, которые возникают на территории. Ну и также обратились и к нам с тем, чтобы мы помогли решить его проблемы. Тот же график вывоза мусора часто не соблюдают, потому что мусоровоз не может подъехать к контейнерной площадке из-за припаркованных автомобилей. Региональный оператор просил оказать содействие в этом вопросе. Со своей стороны он обязался починить текущие мусоровозы и заменить старые машины. Вместе с тем существуют надзорные органы, которые штрафуют регионального оператора за нарушение. Видите текущий мусоровоз? Фиксируйте. Фото, видео, что из него вытекают помои. За это предусмотрен штраф. Отправляйте в администрацию. Видите переполненные контейнеры? То же самое. Видите, что по графику мусор должен вывозиться, например, в среду вечером, а он вывозится в четверг утром, и переполненные контейнеры видно, что вчера его не вывезли. Фиксируйте. Еще одна важная тема – вывоз строительного мусора. Мелкие отходы горожане кидают в мусоропроводы и контейнеры у дома. Крупногабаритные отходы относят в бункеры. Но строительный мусор по заявкам жителей за отдельную плату должны вывозить управляющие компании. Не надо обращаться по объявлениям в газете к специальным людям, которые этот мусор за деньги вывозят. Потому что, как правило, это компании, которые, ну или там частные лица, которые вывозят, в общем-то, для жителей, может быть, и за ту же сумму, но они потом его не утилизируют, как правило, должным образом, а распихивают по тем же бункерам по городу. Администрация устанавливает видеонаблюдение у контейнерных площадок, в том числе, чтобы привлекать к ответственности нарушителей, которые несанкционированно сваливают разного рода мусор в эти контейнеры. На 30% снизилось количество ДТП с участием пьяных водителей за первую половину этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Нижегородской области. Об этом сообщает региональная ГИБДД. При этом число пьяных аварий по-прежнему остается высоким. С 1 по 18 июля зарегистрировали 31 ДТП. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство дополнительно выделит почти полтора миллиарда рублей на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года, сказал он. Размер пособия зависит от конкретного субъекта Российской Федерации и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. В российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года изучать второй язык можно будет только по заявлению родителей. Также по согласованию с родителями программы могут изменить уже в этом году. В России зафиксировали случай заражения бразильским штаммом коронавируса гамма, рассказали Интерфаксу в научном центре «Вектор». В центре уточнили, что гамма, как и индийский дельта, заразнее других штаммов. Ученые отметили, что индийский штамм обладает конкурентными преимуществами по сравнению с другими мутациями, поэтому вероятность, что его вытеснят другие уже известные разновидности вируса, маловероятна. Напомним, Всемирная организация здравоохранения внесла 4 мутации SARS-CoV-2 в список вызывающих озабоченность. Штаммы альфа, британский бета, южноафриканский гамма бразильский и дельта индийский. Последние продолжают мутировать. По словам главы ВОЗ, риск возникновения новых, еще более опасных штаммов коронавируса оценивается как весьма вероятный. Ранее он заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии. Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» приглашает детей от 7 лет и старше в лыжную секцию. Тренеры ждут всех, кто хочет научиться кататься на лыжах, и тех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе. Набор ведут в группу спортивной подготовки и спортивно-оздоровительную группу. Подробности в следующем репортаже. Геннадия Фатина на лыжах научили кататься родители. Юноше очень понравилось это занятие, и он решил пойти в лыжную секцию. Из всего разнообразия форматов тренировок Геннадий предпочитает кросс, потому что он повышает выносливость и укрепляет мышцы. У нас кросс, роллеры, классические роллеры, коньковые, лыжи, велосипед и походы. Мне нравится кросс, потому что он всегда на свежем воздухе. Мы гуляем по свежему воздуху, знакомимся с природой. Дарья Веденькина пришла в лыжную секцию три года назад. По словам девочки, больше всего она любит летние тренировки на классических лыжероллерах, потому что на них можно кататься с горок и научиться правильной технике. Мы катаемся внизу, и мне очень нравится то, что меня пускают на горки, то есть на первую, на вторую петлю, на третью. Дарья Зюзяева занимается в секции уже шесть лет. За это время девушка научилась технике лыжного хода, приобрела скоростную выносливость и участвовала в различных соревнованиях. Самыми важными элементами подготовки для лыжника летом Дарья считает кросс и лыжероллеры. В бегу развивается скорость, и на лыжероллерах скорость и техника. В лыжной секции ребят ждут разнообразные тренировки. Для каждого воспитанника подбирают индивидуальную нагрузку в зависимости от возраста и физических возможностей. По словам тренеров, научиться кататься на лыжах и добиться спортивных успехов может каждый. У нас ребята приходят, и то мы, профессионалы, и то не можем сказать, что вот он будет обязательно лыжником. Но, тем не менее, если ваш ребенок бегает, ему нравится бегать, если он катается на лыжах, ну, конечно, у нас больше выносливость. Если ребенок может долго бегать, то это к нам. Если ребенок не умеет кататься на лыжах, то тренеры научат его базовым навыкам и поставят технику лыжного хода. В этом году в группу начальной подготовки ребят ждут Седова Елена Сергеевна, Шаров Павел Николаевич и Смещук Ирину Валентиновну. 24 июля в России отмечают самый нежный и красивый праздник – День флориста. Все флористы в душе художники из привычных нам Рос, Хоризонтем и Лили. Они создают волшебные композиции, которые могут раскрасить яркими красками самые серые будни. Где в нашем городе можно заказать особенные и неповторимые букеты, расскажем в следующем репортаже. Цветы могут раскрыть маленькие секреты. Каждый подаренный букет несет в себе определенный смысл. С помощью цветов в букете можно выразить свои чувства к человеку. Например, гвоздика означает верность и честь. Белая лилия – это символ нежности и чистоты. А королева цветов – красная роза – это страсть, любовь и щедрость. Флористы знают все о языке цветов. Привычные нам розы, лилии, хризонтемы превращаются в руках профессионалов – волшебное произведение искусства. Цветочные букеты не просто украшают интерьеры, праздничные события, а несут красоту в окружающий мир. При создании букетов девушки всегда учитывают вкусы клиентов, а также особенности человека, которому ударят цветы. Маме все-таки стараемся более какие-то яркие букеты делать, более интересные. Девочкам помладше предлагаем цветочки понежнее, то есть розочки нежные, кремовые, розы кустовые, лизиантус – тоже очень интересный цветок. То есть помоложе все-таки более какие-то нежные букеты, а постарше девушкам берем более яркие. В летнем сезоне наиболее популярны легкие полевые цветы – ромашки, васильки, незабудки. В современной тренд флористики – минимализм, где упаковки меньше, а цветов больше. Также отличным вариантом является цветочная композиция в коробках, которая может простоять от двух недель до месяца. Во-первых, потому что тут цветы подрезаны коротко. Ну, вот даже если мы вытащим цветочек, будет видно вот такая вот длина этого цветка. И цветы вставлены в специальную губку, которая наполнена водой и еще специальным раствором, который поддерживает жизнь цветов еще дольше. Есть распространенный стереотип, что флористам цветы приедаются и надоедают, поэтому дарить букеты им не стоит. Но на самом деле девушки всегда остаются девушками. И подаренные цветы для них – это праздник и счастье. Хочется сказать, уважаемые мужчины, все флористы любят цветы, которые дарят им, которые они могут поставить дома, которые они будут любоваться, просыпаясь по утрам. Поэтому, пожалуйста, дарите флористам цветы, они будут только счастливы, потому что им их дарят меньше всего. Галерея цветов регулярно проводит мастер-классы для школ, детских садов и гостей магазина. Собрать букет можно в группе до 10 человек. За подробной информацией обращайтесь в цветочную студию или в группу ВКонтакте. Галерея цветов поздравляет всех флористов города с их профессиональным праздником. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 23 по 25 июля там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 23 по 25 июля с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.